Поправки в Конституцию Российской Федерации серьезно скажутся на развитии государства. Об этом заявил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин в ходе пресс-ЧАЯ, в рамках которого он ответил на вопросы региональных журналистов. Общение длилось более часа, за это время удалось обсудить порядка 10 вопросов, касающихся изменений в Конституцию. Конституция, которая принималась в 1993 году, сыграла серьезную роль в развитии российского государства. Однако, по словам депутата Госдумы Сергея Коткина, спустя 27 лет назрело время перемен. Решение, на мой взгляд, очень смелое. Смелое не с точки зрения изменений, а с точки зрения подхода к изменению от Конституции. По сути дела, изменения у нас были в 2008 году, в 2014, точечные изменения были, которые не требуют всенародного голосования. Сейчас изменения вносятся в Конституцию, они тоже не требуют всенародного голосования. Абсолютно. Это изменения не в первую, вторую, девятую главу, которые речь идет о конституционном строе. Это идет там третья, восьмая глава. Такая настройка идет, настройка очень серьезная, на мой взгляд. Для внесения изменений в Конституцию поступило более тысячи поправок от жителей страны. Каждое предложение прошло несколько этапов рассмотрения. Фильтр был самым жестким. В результате осталось 200 поправок, вынесенных на голосование о гарантиях МРОД, повышении благосостояния граждан, о защите детей и семей, здравоохранение и другие. Одна из самых обсуждаемых в стране в целом и в Ненецком округе в частности, статья номер 67, которая предусматривает создание федеральных территорий. Введение новых федеральных территорий, оно не предусматривает создание нового субъекта. Это идет ввод федерального такого правления для чего? Вот сегодня мы, например, федеральная власть не может напрямую финансировать местное правление. Ту же Амдарму, Шойну, еще чего-то. По бюджетному кодексу мы не имеем права это делать. В случае принятия поправки в Конституцию и соответствующих федеральных законов, федеральная власть может напрямую профинансировать Трус Шойну. Напрямую профинансировать. Речь идет только об управлении территориями, федеральном управлении территориями. Особенно мне подчеркнули юристы, которые формировали, у них четкое мнение. Голосование по поправкам в Конституцию проходит пакетом. И это, по словам Сергея Коткина, вполне оправдано. Во-первых, они все взаимосвязаны между собой, статьи поправки в обязательном порядке. Они все одна за другую цепляются. А второе – это целая книга. И представьте себе, я в кабинку зайду, сейчас пойду голосовать, мне надо вот эту книгу всю по каждой статье проголосовать. Ну вот, я не извиняю, какая реакция может быть на самом деле. Это 200 поправок, это книга на самом деле. Поэтому тут я думаю, что абсолютно правильно, и людям надо об этом говорить. За принятие изменений в Конституцию должно проголосовать более 50% тех, кто примет участие в голосовании. В случае принятия изменений в Конституцию депутатам Госдумы предстоит большая работа. По предварительным данным, изменения потребуется внести более чем в 70 федеральных законов.